друзья всем привет сегодня хочу показать как можно поэкспериментировать со своими промтами допустим вы написали интересный промт и хотите посмотреть как он будет выглядеть с разными моделями с разными лорами с разными токенами допустим с разным кликскипом если вы все эти действия будете перебирать вручную то это будет все очень долго и для таких экспериментов есть специальный скрипт который называется xyzplot давайте я на примере покажу как можно проделать такой эксперимент за базу я возьму вот такой вот промт закидываю его я был дефюжен нажимаю синюю кнопку те настройки выставляются сид тоже выставляется я оставляю фиксированным размер изображения тоже оставляю потому что если поменять размер изображения то результат будет сильно разнится и потом при нужном мне разрешение я такую картинку не получил и теперь к сути теперь переходим к разделу скрипт и выбираем здесь yyzplot и здесь я заполняю все три раздела первое я хочу экспериментировать с лорами здесь я выбираю искать токен называется prompt sr как он работает в промт я пишу нужный токен в моем случае это будет лора я ее вставляю вот так вот выбираю здесь нужную лору нажимаю вставить у меня вставляется вот такая лора теперь я ее копирую и вот сюда вот первую позицию вставляю либо токен в моем случае вместо токена я использую лору то есть он вот эту вот лору найдет в нашем промте и дальше начнет ее заменять а начнет ее заменять на следующий лор нормеров и абстракт деска как их сюда вставить можно перейти опять в раздел лор и вставить их прям сюда допустим нормеров и абстракт деск закрываю и отсюда беру их копируем вставляю и то же самое делаю со следующей дальше я ставлю запятую и здесь я ставлю просто пробел это означает что еще у меня будет вариант вообще без лор из промта соответственно надо удалить все лишнее нам здесь нужна только одна лора по игреку выбираем клип скип и через запятую пишем первый клик скип и второй клик скип если что то клик скип находится вот здесь включается он в настройках как подключить этот клип скип я рассказывал в своем видео фичи стейбл дифьюжн вы можете посмотреть мне его на канале там рассказано как его подключать и как он работает и по зету я выбираю checkpoint name это модели давайте их отсюда удалю смотрите нажимаете вот эту вот кнопочку и вставляется вообще всех чекпоинт которые у вас есть допустим смотрите какие чекпоинты вам не нужны вы берете и удаляйте их в моем случае оставил 10 чекпоинтов это портоген это realistic ssi model это deliberate это realistic vision level 4 rpg версии 4 ну и другие модели здесь я больше ничего не настраиваю все остается как есть вае я тоже по умолчанию ставлю потому что точно не помню каких моделях она есть таких его нету как подключить вот такое меню я рассказываю своем видео фичи стейбл дифьюжн больше здесь менять ничего не нужно нажимаем джина рейд просчет у меня занял 30 минут в итоге я получил вот такое вот длинное изображение после того как у вас вот это изображение просчиталось нажмите по нему правой клавиши мыши нажмите сохранить картинку как и сохранить ее прям формате png почему именно в png потому что если вы зайдете потом в папку где у вас хранятся вот эти все изображения и она здесь будет в jpeg и смотрите какое качество имеет jpeg здесь нормально разобрать ничего практически невозможно а изображение в png имеет хорошее качество здесь можно рассмотреть все что вам нужно в итоге у меня просчиталось 10 моделей каждой модели по 8 изображений это 80 изображений за 30 минут если бы я все эти действия делал вручную это бы заняло гораздо больше времени теперь давайте увеличим и посмотрим изображение и сразу бросается в глаза лор абстракт диска она практически нигде не удалось если эту лору таким изображением применять то скорее всего нужно понижать вес очень сильно смотрите что мы здесь видим самом верху у нас название модели слева у нас показан кликскип 1 кликскип 2 это горизонтальной линии по верхней идет первый кликскип 2 идет 2 кликскип дальше у нас в вертикали расчерчена лора первое но из офсет 1 и мир меров 2 3 абстракт диска и 4 без лор протагеном получились вот такие вот результаты здесь выигрыш не выглядит но из офсет он более чистый чем просто без лора дальше реал дэн апокалипсис здесь лучший вариант без лора но варианты с двойными головами отбрасывать тоже не нужно потому что от них можно избавиться здесь главное смотреть на саму стилистику изображения дальше реалистик с си ай модал в принципе все варианты хорошие кроме абстракт диска причем лора мир меров дает очень интересные варианты и первым кикскипе как будто какие-то хлопья на голове получились такого ни в одной модели больше нет да и с пикскип 2 тоже интересный вариант с дымом риф 1 вот такие результаты дает риф аниме это полу мультяшные полу анимешные изображения выдает rpg в 4 тут два интересных варианта с аной софсет версия 1 отличный результат и без лора на как скип 2 хороший результат робот x mix предназначен для мультяшных изображений здесь он не особо подошел левел 4 с первым кликскипом лучше работает но и софсет а без лора 2 кликскип показывает себя лучше realistic vision 2 с мир миров на втором кликскипе нормальный результат выдает ну и делиберит второй версии вот такие вот результаты изначально промт создавался на делибе примерно вот к этому результату приводился но еще мне нравятся результаты с лорой мир миров как и на первом как скипе так и на втором сдвоенного лица можно здесь избавиться теперь после того как мы просмотрели все результаты мы можем перейти в папку где хранятся просчитанные изображения еще раз их здесь просмотреть и скопировать их какую-то папку со своими промтами чтоб потом к нужному изображению всегда можно было вернуться допустим если мы скопируем вот такое изображение куда-нибудь всех в папку там его будем хранить и потом нужный момент мы откроем все наши паранты и будем искать подходящий нам вариант допустим выберем нужный нам вариант зайдем в ng-info и закинем сюда наше изображение здесь нам выдаст и сам промт и негатив промт и настройки и самая главная модель на которой это было сделано также я в группе вк выкладывал вот такую вот прикольную программку которая работает отдельно от stable diffusion эта программка не требует установки просто скачиваете и запускаете закидывайте в это приложение свое сгенерированное изображение получаете промт негатив и все настройки включая модель клип скип разрешение сэмплинг метод сэмплинг степс в группе вк я выкладываю много разного материала здесь промт и все подряд чтобы перейти в раздел обучающих материалов перейдите по вот такому хэштегу лессон собака стэбл дифф и вас откроется только то что связано с обучающим материалом вот она вот это приложение и еще много разных интересных вещей если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на группу вк всем удачи всем пока